МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мужчина 61-го года рождения и женщина 66-го. Они скончались до приезда скорой помощи. На четвертом километре автодороги Змеева-Кушалина-Хохловка. В Калининском районе столкнулись Альфа-Ромео, Киа-Рио и Рено Логан. Водитель Альфы не справился с управлением. Сначала было касательное столкновение с Киа, а потом лобовое со встречным Рено. В результате пострадали пассажирка Альфы, женщина 83-го года рождения, и водитель Рено 42-летний мужчина. Итоги работы за 2022 год подвели на расширенной коллегии Управлении Федеральной службы судебных приставов. Задачи у этой службы численностью более 750 сотрудников по-прежнему чрезвычайно много. Одна из них – обеспечение охраны федеральных судов и судебных участков мировых судей. Всего под охраной находится 81 отдельно стоящее здание судов, расположенных в Тверской области. В целом задачи в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов выполняются. Самое главное, как и в предыдущие годы, не допущено фактов чрезвычайных происшествий, повлекших причинение вреда здоровью участников судебного процесса, работников, посетителей суда, а также судебных участков мировых судей, судебных приставов-исполнителей. В течение года на исполнении в структурных подразделениях управления находилось свыше миллиона производств. Практически на 167 тысяч производств больше, чем в 2021-м. Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя и составила более 5000 против 4,5 в 2021-м. Выше средней областной нагрузки у нас нагрузка в 16 районных подразделениях, то есть это почти половина от всех структурных подразделений области. Ежедневно каждым судебным приставом оканчивалось более 11 исполнительных производств, что выше, чем в 2021-м году. По исполнительным документам в пользу взыскателей государства взыскано 8 946 миллионов рублей. С должников взысканный перечислен на федеральный бюджет свыше 340 миллионов исполнительского сбора. Произошло снижение этой суммы, но есть объективные причины. В 2022 году служба судебных приставов реализовала внесение изменений в действующее законодательство по сохранению прожиточного минимума граждан-должникам. В прошлом году в рамках 3 328 исполнительных производств на сумму 323 миллиона обеспечено такое сохранение прожиточного минимума гражданина, что в ряде случаев повлекло возвращение исполнительных документов взыскателю без исполнения. Кроме того, в связи с объявлением частичной мобилизации было приостановлено 1697 исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан, призванных на военную службу, на общую сумму более 105 миллионов рублей. На особом контроле службы задолженности по выплате алиментов и заработной платы дают реальный результат меры принудительного исполнения, ограничение должников в специальных правах и временное ограничение на выезд из России. Стоимость арестованного имущества превысила 1500 миллионов рублей. Разыскано 465 должников по алиментам. О ежедневной работе судебных приставов мы постоянно рассказываем в программе «Тема дня». Эта служба открыта для жителей региона. Здесь ежедневно рассматриваются жалобы и обращения граждан. По результатам работы лучшие сотрудники службы судебных приставов отмечены грамотами и благодарственными письмами, в том числе от главы региона. КОНЕЦ